Как делают новости? Почему репортаж называют маленьким произведением искусства? Что такое стендап, синхрон и лайф? В честь Всемирного дня телевидения, который отмечается 21 ноября, сотрудники Славянской муниципальной телерадиокомпании решили немного рассказать зрителям о том, что происходит по ту сторону камер. Славянская муниципальная телерадиокомпания интересную и полезную информацию. Готовый смонтированный сюжет длится не больше трех минут. А вот работа, которая вкладывается в телевизионный продукт, измеряется целыми часами, творческими мучениями и нервными клетками. Но оно того стоит. Ведь люди, которые выбрали такой образ жизни, а просто профессии нашу работу не назовешь, случайными быть не могут. Они живут и мыслят телевидением. Рабочий день традиционно начинается с планерки. Мы намечаем планы, получаем задания, коллективно обсуждаем все идеи. Иногда это происходит не совсем в стандартной форме. Профессия телевизионщиков очень энергоемка. Они постоянно в гуще событий, всегда в общении. Работать нужно в бешеном ритме. Порой все решают минуты. Это только со стороны кажется, что ничего сложного. Говори себе в микрофон о том, что видишь. Ну или что заучил. Это кому как удобно. Перед камерой. Однако не все так просто. Ради профессии нашим журналистам приходится иногда и репутацию подмочить. На озере Северного парка появился вейк-парк. Этот вид спорта новый не только для Славянска на Кубани, но и для России. Прокатиться с ветерком может любой экстремал. Главное – уметь плавать. Водичка, водичка, умой моё личико. И кулинарному искусству поучиться. Главный секрет успеха вареников в том, что в них добавляют муку, соль, воду, яйца. И на прочность себя испытать. Преодоление препятствий, или как часто его называют конкур, один из самых захватывающих видов конного спорта. Для успешного участия в нем требуются длительные и упорные тренировки. Но это того стоит. Так, Саша, сейчас берем синхрон, потом пишем стендап. Хорошо. Стендап, синхрон, видеоряд. Человеку далекому от телевидения сложно понять, о чем мы говорим. Между тем, эти три понятия – ключевые в телевизионной журналистике. Именно на их основе строится любой репортаж. Например, сейчас я произношу стендап. Это появление корреспондента в кадре. Журналистка за моей спиной берет синхрон. Это фрагмент интервью, который будет потом использован в сюжете. А видеоряд – это все, что вы увидите далее. Пока операторы перегоняют отснятый материал или, выражаясь телевизионным языком, сырье с кассеты на компьютер, у журналистов начинается мозговой штурм. Бывает, что до следующего мероприятия всего час, и за это время нужно написать текст, озвучить его, а потом еще и поучаствовать в монтаже репортажа. А если не приходит вдохновение, случается и наоборот, когда мыслей много, а с чего начать не знаешь. Нехватка какой-то информации. Приходится дополнительно звонить, что-то узнавать. Сейчас, в данный момент, я пишу текст про краевую акцию, которая была на той неделе, и его снимала не я, я отсутствовала, была в командировке. Нужно прям до сути докопаться, и все вот, чтобы не было такого впечатления, что журналист сам что-то не понял. Корреспонденты всегда в кадре, а вот операторы часто остаются по ту сторону объектива, но иногда высказаться им все-таки хочется. Всегда хотел стать звездой, хотел стать диктором, да. У нас бывают съемки, на которых интересно, например, реконструкции, например, что мы сейчас снимали, такой полет на вертолете я снимал, город сверху, форумы разные молодежные в крае снимал. Ну, я считаю, все-таки, наверное, что это мое, потому что, когда я пришел на телевидение, мне это реально понравилось, и вот сейчас, если, скажем, куда-то уйти, я просто, ну, например, есть много, чем я могу заниматься, но это именно то, что у меня как бы получается нормально, и мне это нравится. Вот, если я уйду, то я даже не знаю, как без этого, тут в курсе всех событий, что-то постоянно происходит, что-то какие-то съемки, куда-то поехали, а, скажем, сидеть в каком-то офисе и перекладывать бумажки, ну, для меня это неинтересно. Пока творческий состав СТР – это два журналистов, два оператора, редактор, оператор монтажа, непосредственно занимаются изготовлением репортажей для информационной программы события, остальные сотрудники обеспечивают надежную, бесперебойную работу нашей редакции. Директор все контролирует и во все вникает. Бухгалтер – наш финансовый гуру. Сводить дебет с кредитом – это по ее части. Главный инженер следит за техническим состоянием оборудования и ругается, если что-то лежит не на своих местах. Выпускающий эфира – готовит отчеты, следит за эфирным временем, занимается коммерческими материалами, а на корпоративах отвечает за отличное настроение и развлекательную программу. Лицо телевидения – всегда собрано и при марафете. Специалист по рекламе – в коллективе новичок, но работу знает хорошо. Водитель – без него, как говорится, далеко не уедешь. Он всегда и везде успевает. Техслужащие – отвечает за чистоту и порядок. Но это еще не все. Оператор монтажа Александр Тимовская, главный редактор Анна Монастыренко, оператор Андрей Постовой в настоящее время находятся в декретном отпуске. Когда все сюжеты готовы, диктор или ведущая программы события записывает подводки. Это небольшой текст, вкратце повествующий, о чем пойдет речь в репортаже. Кстати, в эпоху черно-белого телевидения в камерах часто применялись красные фильтры, из-за чего красная помада делала губы на экранах телевизоров бледными. Поэтому дикторов гримировали зелеными, румяными и помадой. Времена изменились, и диктора тоже, но курьезные моменты при записи случаются до сих пор. Все вопросы вынесены в ее повестку. Здравствуйте, в эфире информационная программа события. В эфире Тина. Вы вообще в моих интересах сейчас, по-быстренькому. У меня слюни летят. Я реально смотрю толстый, или пиджак такой, или что ли. А второй подбородок, видимо? Точно? Ты специально себя получишь? Они ищут убежище, а не убежище. Своих семей под обстрелами и бомбардировками. Я в шоке. Давай еще раз. Наша телерадиокомпания шагает в ногу со временем, поэтому с 2009 года репортажи информационной программы события можно увидеть не только в эфире ТНТ и СТР, но и на сайте славянск.тв. За все время существования нашего сайта на нем было зарегистрировано свыше 320 тысяч просмотров. В день телевидения нельзя не сказать о людях, которые в разные годы трудились на СТР. Ведь это и их праздник тоже, потому что бывших телевизионщиков не бывает. Какой же праздник без поздравлений? Вот что жители Славянска-на-Кубани пожелали сотрудникам Славянской телерадиокомпании в канал Семерного дня телевидения. Желаю вам таких же интересных репортажей. Очень мне понравились репортажи у вас, особенно про наш район. Побольше снимайте. Ну и вам всей вашей группе счастья, процветания. Зарплаты хорошие. Ну и главное счастья вам. Ну, успехов, чтобы вы были сплоченные, коллектив, чтобы у вас были общие интересы. Ну, всего хорошего. Ну и счастья к Новому году. Развитие побольше. Побольше все-таки позитива. Его и так мало, потому что в последнее время очень много негатива. И хотелось бы побольше чего-то оптимистичного, позитивного. С праздником СТР! Алена Лавринова, Тина Копачевская, Александр Косицын, Сергей Тимовский, Георгий Калинин, Григорий Трофименко, Светлана Мироненко, Константин Монастыренко. Программа «События». Продолжение следует...